всем привет это очередное видео о нашем будущем рыбаков какие правила нас возможно ожидают и самый главный вопрос почему же так я говорю потому что когда война в украине закончится однозначно однозначно украина примет нормы евросоюза или близкие к ним и возможно возможно по опыту таких стран как польша словакия там то там еще остальные могут им чехия германия возьмет чита нормы и воплотит у себя и вот сегодня на опыте словакии словакии живет мой сын моя вам моя жена и у меня есть живой пример тут есть друзья которые мне рассказали и этой информации я поделюсь вам и вы узнаете какие нормы действуют словакии как это происходит и посмотрим что из вас там будет очень много интересного и необычного так что усаживайтесь поудобнее набирайте пиво скоро лето наливайте вкусного чая бутерброд и погнали смотреть и как всегда жду ваших комментариев мнений по этому поводу итак считаем что там они в словакии закон о рыбальстве редакция 24 года а сам закон как вы видите от 18 вот уж как сюда водное положение все остальные базовые принципы то такое рыболовство цель закона промышленное рыболовство часто рыбалю с участие закон о рыболовстве рыболовные угодья у них здесь в основном карпы в рыбе лососевые рыбы если видите и что они разделяются на хариусовые форелевые все остальные значить промо где границы промысловых и все право на рыболовство право на рыбу это право на охрану разведения ловлю рыбах водах длинных под рыболовные воде присвоение пойманной рыбы а также право использовать прибрежные земли в необходимых пределах право на рвозу принадлежит государству читайте самое базовое право на рыболовство принадлежит государству и дальше расписываются кому можно где можно когда можно то здесь чуть совсем по-другому значит может доручить право на рыболовство других подрывов на записьмного запроса содержать ну то есть и тут кому можно и как это получить если это надо подробно все вычитывать и права и обязанности владельца арендатор прибрежных земель и права обязанности пользователей то есть здесь если ты владеешь этот арендатор обязан принять назначение рыболовных угодий то есть должен допустить то есть тут все арендатор практически ничего не может проверим как управлять что он может кого пускать пусть обязан вести записи которых упадут им происхождение рыбных запасов то есть все через пунктуально все через охраняемая зона рыболовство и здесь что охраняется где охраняется но это базовые такие приблизительно у нас есть и в украине и без присвоения рыболовного без присвоения улова то есть ловишь и отпускаешь и нерестовые рыболовные угодья видите распределено рыбалка в рыболовных угодьях ловить владельцы был на рыболов по ним мог только лица имеющие действующей лицензии на рыбную ловлю и действует решение на рыбную ловлю без вариантов только так и его создание на рыболовы выдает муниципалитет братьславия кошицы и других кто может выдаются лицензия на рыбную ловлю и трехлетней ежегодной ежемесячной и еженедельной и разная ценам д телефоны для можно crediess и дети от 15 лет только согласие законного представителя то есть родители даже лицензий нあの вот со являются задача государственного управления и подлежит уплате сборов соответствующим специальным постановлением. Подовой сейчас примерно до 200 евро. Разрешение на руководство выдает с пользователем. И дальше расписано, где, что. Лицо обязанно иметь при себе документы, предусматривающие правила и во время рыбалки предъявлять их во время проверки потребления сотрудника полиции. Смотрите, кто может проверить? Сотрудник полиции, сотрудник муниципальной полиции и сотрудник рыболовной охраны. Три инстанции, которые могут это все проверить. Лицензия на руководство и разрешение на руководство являются официальным документом и не подлежат передаче другим лицам. Ну и защита рыбы. Любой рыбы запрещен в правиле, ну то есть лов запрещен в правиле водоемов с такого-то по такого с октября по апреля. С 1 мая по 31 мая водо-климин запрещен лов в все рыбы. С 15 марта по 30 мая в карповых водоем запрещен лов в все рыбы. Это не применяется в период с 1 мая по 15 мая, если пользоват проводят рыбную гонку. То есть рыба. Ловить обувь в дуле охраны запрещено. Ловить рыбу в индивидуальной охране отдельных видов рыб запрещен лов в племенных рыб в целях. Ну это как всегда, так и у нас в Украине. Ловить рыбу в неустановленную суточное время лова. Суточно. Присвать рыбу ниже минимального вылова, меньше минимального размера и выше установленного количества. То есть нельзя меньше размера и больше того, сколько можно начинать рыбалку без записи даты и места охоты и заканчивать охоту или рыбалку без внесения в протокол количества веса поймана рыбы. Читайте внимательно. И запрещенные ловы рыбы. Это запрещено. Использовать для рыбы взрывчатку, яды, гарпуны, шупы удочки без удилищ, а также отстреливать рыбу под льдом, ловить ее на леске рубящим удочкой в руки и в глаза. Ну вот он вам описан, драк. Собирать икру, используя электрические и наркотические вещества, ловить рыбам в ночное время с помощью света, используя скопханы, сети, площади 1 метр, волка, корзины, ловить рыбу на леске и отмеченных местах участка, необходимый под ним, чтобы использовать любые функционированные рыболовные поселения и сети, допускать притягивая рыбу к воде. Это такой перевод слова, так что не совсем все понятно. Ловить рыбу в местах, есть скопление, ну то есть вот скопление, при чрезвычайных ситуациях, также рыба собрана в местах нереста и зимового ки. Нельзя. Вот у нас просто нельзя. Ловить рыбу, выпуская, подпрыгивая и перекачивая воду. То есть вот эти все. Ловить рыбу близ водохозяйственных сооружений на расстоянии, обозначенных доской от корпуса плотина. То есть нельзя в районе плотин. Ловить рыбу в затопленном участке во время паводка и недопущения возвращения рыбы в ловом место. Это запрещено. Запреты причинственные на лица, выполняющие научные задания. Но это так и он. У нас. Последние рыбы, коммерческая рыболовская, тянка, обследование. Ну и тут что? Запрещено на форели в водоемах. Нас не очень интересует. Запрещено на водохлипину. До сих пор не знаю, что. Запрещено на карповых водоемах. Рыба. Рыбачить с более чем двумя удочками. Максимум две. Ловить рыбу более чем на две лески. На одну удочку оснащенную динарным крючком. На более чем на одну леску оснащен двойным и тройным крючком. А также на более чем три мушки. Используем на холостовое удилище. Ловить рыбы привезено из другого района. Рыба на рыбу и в лесу. С первого февраля по 15 июля. При ловле на блесну ловить более чем на одну удочку и более чем на одну наживку. Запрещено. Охотиться с 22 до 4 без освещения места охоты. Обязательно должна быть подсветка у тебя на лву и освещено место рыбалки. Запрещена охота на головную рыбу. Ну тут так. И пойдем дальше. Почитаем по запретам. Теперь же почитаем права и возможности рыбной охраны в Словакии. Следующий рыболовный охран имеет право проверять, имеют ли лица, ведущие рыбный профиль, право на рыбную ловлю. Осматривать их орудия, лово, лово и судя и аквариума. Признавать лица воздержаться от права на проведение, если есть обоснованное подвержение, что он совершает преступление или проступок. Ограничить личную свободу. Может ограничивать личную свободу лица, увлеченного в совершении преступления браконерства. Устанавливать его личный случай невозможность становления и личное предоставить его отделение полиции. Позвольте досмотр транспортных средств, содержание мешков и сумок лица по иммунному совершению приставления браконерства. Наличие обоснованного отозрения, что в них приводится незаконно добытая рыба. То есть может обыскивать машину и все остальное. Используя средницы принуждения. Обратиться с помощью полиции и к муниципальнице, если на этом может обеспечить выполнение своих зданий своими силами и средствами. Обращаться к каждому за помощью в случае непосредственного угроза жизни. Ну и остальное. То есть у них такие неплохие возможности. Дальше. Средница принуждения. Ага. Длительство средства это прикосновения, захваты, удары ногами и ногами в целях самообороны. Разрешено. Цветащивые средства. Разрешено. Дубинка. Разрешено. Наручники. Служебная собака. Как вам, ребят? Прежде чем принимать средства принуждения, стенды рыболовной охраны обязаны призвать лицо, к отношению к которому принимает задействие, воздержаться от правоправных действий. То есть сначала предупреждение, а потом средства воздействия. Стенды рыболовной охраны решают, какие средства принуждения применить в зависимости от каких-то ситуаций, чтобы применить средства принуждения и интенсивность его применения. Ну, то есть, может, сотрудник рыболовной охраны разрешается принять стрелок самообороны, нащупывание, захват и удар ногами, следующее ваз и дубинку с целью для предвращения умышленного предвреждения имущества пользователя. Ну, и остальные. Использование наручников. Может. Использование служебной собаки. Может. И остальные. Теперь внимательно сейчас пойдем к самым важным штрафам, ребят. Тут вас порадуют. И ответственные за ущерб. Пользователь не постануется с угла члена рыболовной охраны. Ну, это понятно, что он должен быть застрахованным. Так. Разведение рыбы. Это нам неинтересно. Тут сейчас будет у нас про штрафы. Так. Сейчас дойдем. Тут много параграфов. Но местами есть интересное. Так. Муниципалитет, район офис назначает. Тут уже пошла буквалистика и всякие законные действия. Так. Районных граждан может быть штраф на предпринимательные. Но это предпринимательные. 3000 евро. Это предпринимательные на общение проступки. Использование с людьми, которые не допускают доступа к прибрежным землям. Объем необходим на этот. То есть. Не допущение рыбаков. Нарушением. За пронарушение слабоус наложить штраф в размере 331 евро. Прикольно. Дальше. Что здесь? Где-то тут. Дальше у нас про штрафы. Где же я тут видел про штрафы. Ну там первый штраф около 1000 евро. Второй около двух. И третий в районе 3000 евро. То есть там все очень жестоко, мягко говоря. Но это на юридические лица. Нас интересуют частные. То есть именно рыбаки. Но штрафы там у них серьезные, ребят. То есть играться ты не будешь. Там все наказывается денежкой. И со слов моих знакомых, рыбалка здесь не пользуется особой популярностью. Здесь рыбаков очень мало. Именно коренных. То есть в основные рыбаки здесь это приезжие. Потому что именно рыбаков как в нации в Словакии и вообще в Европе очень мало. То есть если у нас в Украине, там в других странах, это прям популярно. Это вот такой отдых. Он себе может позволить каждый. Здесь нет. Это здесь ограничено тем, что это отдых для обеспеченных. Ну как обеспеченных. То есть ты должен затратиться. Дешевых снастей практически нет. То есть в таких вот дешевых магазинах, как в Украине. Здесь я так понимаю ничего не найдешь и не купишь. И специализированные магазины очень дорогие. И в основном они специализированы, как видите, на рыбалку, на короб. То есть у них направление это в основном короб. Там иногда карась. И очень распространена спортивная рыбалка. И вот так. И всем, всех бьют евро. Хотел сказать гривней. Всех бьют евро. То есть штрафы я вам показал, рассказал. Они существенные. Они конкретные. Такие, что не вызывают сомнений. Ты такой, да, да, да. Я все понял. Мне это не надо. То есть они думают о том, чтобы сохранить поголовье. И за этим очень жестко следят. И как я вам опять же чуть раньше рассказал. Помните, ребята, здесь могут наказать и полицейский. И рыбный контроль. Здесь очень много инстанций. Хотя вот местные, с которыми я общаюсь, говорят, что один раз видели. Что здесь прям, ну, шансы здесь попасться больше только потому, что на тебя могут настучать. Настучать слова, которые будут видеть, что ты там порыбачил, увидел какого-то маленького сазана, себе забрал. Он позвонит и приедут. То есть здесь контроль за браконьерцем с рыбаками в первую очередь держится на том, что люди неравнодушны. Но и со слов же этих моих друзей, которые тут рыбачат. И рыбы есть. Рыбы много. Рыба ловится. Спросил, интересно было, сколько стоит частный водоем порыбачить. Ну, вот тот, который ездит, мой знакомый, это 5 евро с удочкой или судилища. В принципе, не так много. Это на целый день. И он подержал в начале сезона к украинцам, то они там рыбачили. То сказали, что рыбы не видели. Их, по ихним же словам, оказалось, что спустил водоем, выбрал рыбу и все равно собирает бабки. Ну, все как в Украине, ничего не меняется. Поэтому хитрые владельцы водоемов были в Украине и есть, были в Словакии и есть, и в других европейских странах. Но, думаю, что в будущем все в Украине изменится в рыбацком плане. И еще, ребят, уже прямо во время монтажа видео скинули мне новости. Этот парень, который мне сдает всю информацию, рассказал ситуацию, которая происходила из-за одних из его знакомых. Приехал к другу, его сын, 20 лет, в Братиславе, и они поехали на рыбалку. У отца есть документ, разрешающий рыбачить. Вот он состоит, заплатил налог, все. Сын просто стал рядом с удочкой, ну, постоять, знаете, не поймать, а вот постоять. Пришли контролирующие органы у мужчины, у отца, проверили документы, все в порядке. К его сыну вопрос, а что вы тут делаете? Где ваш документ? Нету. А почему с удочкой? Под беленькие ручечки и наручечки и в отделчик. И в каталажке три дня. Потом суд и штраф 400 евро. Вот так, ребята, в Европе никто не цацкается, не договаривается. А я вот просто постою тут с удочкой, не работает. Хорошо ли это плохо? Это решать вам. Жду ваши комментарии. Но про то, что у нас в Украине еще с рыбалкой все хорошо, вы еще просто не понимаете. Вопрос времени. И да, вот он мне свою старую книжку пришлет или новую, чтобы я увидел ли приедет ко мне он въездной, выездной. Я вам ее сниму, вот эту книжку, которую надо регистрировать, когда пришел на рыбалку, как что. Если вам это, конечно, интересно. Поэтому жду комментарий. И если вам интересно подробности таких рыбалок в Европе, то будет их больше. Я буду рассказывать. Вот так вот, ребята. 400 евро и три дня в каталажке до суда. Дай бог, что Украина пойдет по какому-то более мягкому сценарию со временем. Дай бог, что начнет бороться не только с рыбаками-любителями, которые, в принципе, идут не за рыбой, а за отдыхом, за увлечением. Поймать себе там 10 карасей. Не секрет, что здесь в основном карась. И короба мало, сазана его. Ну, и мышь, конечно, способствует тому, что выбивает. Но основной вред рыбной популярции в Украине наносят не рыбаки-любители, а браконьеры и те, кто дракачи, и те, кто промышленные приятия, кто этим занимается планомерно и целенаправленно. Потому что я уверен, что 90% рыбы, которая продается у нас на наших рынках и на остальных локациях, поймана почти все время незаконным методом. Или почти законным, мягко говоря. И это ни для кого не секрет, все это понимают, все делают вид, что не понимают, но все знают, откуда она взялась. Возможно, будет какой-то другой сценарий. И, может быть, Украина-то не коснется в таком виде. Посмотрим на будущее, где мы будем, что будем, где будем рыбачить и какую рыбу будем есть. Но на данный момент для меня было интересно, как в Словакии и почему так. Ну, у них такой сценарий. Но при этом я скажу, что, я так понимаю, в Словакии это еще более мягкий вариант. Потому что то, что я знаю, если со временем сделаю вам видео, в Германии, там все в десятки раз жестче контролируем и все остальное. Но, в принципе, подобные правила, я так понимаю, в среднем более-менее действуют по всей европейской территории, именно где Евросоюз. Чтобы эти правила, они примерно, ну, там коллерируются больше, меньше, жестче, мягче. Но, в общем, они примерно все одинаковые. Опять же, жду ваших комментариев, интересно ли вам такие видео. Повторюсь, ребят, снимать полноценное видео с рыбалки нет возможности и неизвестно, когда оно у меня будет. Поэтому, довольствуюсь короткими шорцами, зачастую своими или старыми. Снимаем вам информационные видео. И в будущем, когда мне передадут мою технику, мою компьютер-камеру, и там, где сейчас я на Западной живу, возможно, будут другие видео. Но пока вот только так. Кто понимает, кто входит в ситуацию, тот держится за мой канал. Никого не держу, никого не уговариваю. Жизнь меняется, жизнь течет, неизвестно, где буду жить я, что буду делать. Ну, вот ситуация у меня на данный момент такая. Хочется, конечно, за рыбалку, соскучился, ходишь мимо водоемов, в основном частные. Но, честно говоря, я к ставкам, к озерам практически не готов. Хотя, будочки и карасе в камыше очень сильно подумаю. Все, в принципе, новости рассказал. Вы, как новость, именно про рыбалку в европейских странах. Из опыта того, что знаю я то, что рассказывают мне мои друзья. Вы комментарии напишите, было ли вам интересно. И верите ли вы, что такое будет когда-то в Украине. И доживем мы до таких правил. Возможно, будут лучше. Может быть, сделают какой-то компромиссный или переходной период. Но, зная наши власти, если у них появилась возможность зажать рыбаков-любителей, я думаю, они в этом не откажутся. А мы поживем, посмотрим. Всем добра, мирного неба. Скорее бы закончилась война. Всех обнимаю. И до встречи на моем канале, на рыбалках и, наверное, с позитивными какими-то новостями. Будем встречаться, по возможности, чаще. Да, микрофон, ребята, я заказал. Он пришел. Но, как всегда, по стечению обстоятельств прислали не тот, который пальчиковый, а Type-C. Ну, типа, подходит и на мой телефон. Но, нифига с ним не работает. При этом пришлось заказывать еще новый микрофон. Так что, думаю, через недельку-полторы будут уже полноценные эфиры с новостями. С нормальным микрофоном. Потерпите. Все. Всех обнял. И пока. Встретимся на рыбалке. Берегите себя.